Здравствуйте! В Архангельске и Северодвинске на открытии Большого Пасхального Фестиваля Искусств выступил архиерейский праздничный мужской хор Свято-Троицкой Александра Невской Лавры из Санкт-Петербурга. Для многих людей русское церковное пение ассоциируется именно с озвучанием хора Александра Невской Лавры. Музыка с небес, такие чувства возникают при прослушивании этого коллектива, хотя в репертуаре хора есть и светские произведения. Как все это сочетается, спросим у нашего гостя, регента мужского хора Свято-Троицкой Александра Невской Лавры Антона Марущука. Здравствуйте, Антон! Здравствуйте! Очень приятно, что вы приехали в Архангельск уже во второй раз, сейчас в качестве регента хора. Вот как возник мужской хор Свято-Троицкой Александра Невской Лавры? Ведь ему не так много лет, да? Да, вы правы, хор создан не так давно, буквально три года назад, и целью его создания было озвучить торжества, связанные с 300-летним юбилеем Свято-Троицкой Александра Невской Лавры. Задачу поставили следующую. Нести культуру петербургского хорового мужского пения. Ставить, допустим, у нас есть программа специальная, где звучат произведения только петербургских композиторов. Интересно. А как вы еще формируете программу? Из чего составляете? Буквально недавно, 10 апреля, был концерт наш сольный в Петербурге. Это было, так как были дни Великого Поста, был Великопостный концерт, там звучала только духовная музыка. Но обычно наш концерт состоит из двух отделений. Первое – это духовная музыка, где мы показываем все лучшее из сокровищницы духовной музыки, русской в основном. А второе отделение – это народные песни, романсы, казацкие песни, военные песни. Все, чего жаждет публика. Да. А вот каким образом вы сами на свой вкус, на свой уровень надеетесь? Или какой-то у вас есть совет художественный? Есть человек, который корректирует наш выбор. Мы подбираем, я администратор, ну и даже вносятся какие-то пожелания со стороны самих участников хора. Но потом это все мы корректируем с помощью довольно, мне кажется, известного композитора Владислава Панченко. Вот если смотрели фильмы «Особенно сенсиональная охота и рыбалки», там звучит его музыка. И он специально, опять-таки вернемся к разговору о 300-летии Александр Невской лавры, написал грандиозное сочинение, кантата для мужского хора, солиста, псаломщика и симфонического оркестра Александр Невский. А как у вас формируется состав хора? Я знаю, что хор у вас интернациональный, да? Или это так громко сказано, да? Не то чтобы громко, скорее всего, просто вырвано из контекста. Так как просто для выступления в Архангельске мы пригласили своего доброго друга Николая Бегмитюка из Киева. Вот, и он уже создал. Потом в статье, в газете появилась статья. Название, название. Да, интернациональный хор. Также у нас есть граждане Латвии. Ну вот видите, значит, все-таки интернациональный. Это единица. Ладно, пусть будет. Я сам тоже украинец. Вот видите, значит, все-таки интернациональный хор. Да. Ну вот как вы сформировали состав? Ведь он уже сразу был, да? У вас, в общем-то, ведь нет. Нет, он формировался в течение всех трех лет существования хора. Кто-то приходил, кто-то уходил. Но могу сказать, что остались на сегодняшний день уже буквально почти год, как остается состав неподвижный. Лучшие петербургские исполнители. И у всех музыкальное образование? Безупречно. Да. У кого-то два, у кого-то три. Все каким-то образом к лавре, к церкви имеют отношение, да? Не совсем. Вот как это? Наш хор, архиерейский праздничный хор Александровской лавры, это хор в первую очередь концертный. Мы выступаем на концертной площадке. И если у нас гастроли попадают, мы стараемся где-то все-таки спеть за богослужением в том или ином городе, который попадается. Но сами участники хора, они где-то поют в Петербурге по своим храмам. Но для концерта мы собираемся в лавре, мы занимаемся, репетируем и исполняем на концертной площадке. Я снова вернусь к репертуару. У вас есть какие-то музыкальные предпочтения? Что-то вам больше нравится? Что-то вы категорически не приемлете? Это не ваше, это не ваш, как мы называем, формат, да? Да, вы правы, есть и не наш формат, так как мы все-таки пытаемся нести петербургскую традицию. Соответственно, брать произведения, которые старше, нежели 1703 год, старше, чем Петербург, смысла нет. Допустим, знаменное пение у нас в репертуаре отсутствует, так как оно, в принципе, гармонически не вливается в саму среду Петербурга. Так как, если взять Москву, даже архитектуру, храмы, там оно будет, знаменное пение будет гармонично. В Петербурге самая ранняя форма архитектуры, стиль архитектурный, это барокко. В соборе барочного стиля петь знаменную музыку. То есть вы это очень так тонко чувствуете? Ну, я считаю, что оно должно сочетаться. Допустим, взять Троицкий собор Александра Невского лавра. Вверху под куполом статуи пророков. Статуя, в принципе, не совсем православная традиция, конечно. Но в том художественном стиле, в котором написаны иконы, все-таки не склеивается все. Вот такое тонкое ощущение, наверное, художественное вообще, чтобы восприять атмосферу, чтобы создать. Все должно быть гармонично. Да. Оно, наверное, и составляет вашу какую-то, может быть, особенность. Да. В отличие от светской музыки, духовная, в частности, богослужебная музыка, песнопения, ставит в первую очередь задачу донести до человека, до слушателя смысл слова. То есть мы слово ставим на первое место. А музыка – это как вспомогательная дисциплина, вспомогательный фактор, который, просто учитывая свою более такую тонкость за счет мелодии, мелодия подчеркивает смысл слова. Вот этим, наверное, вообще отличается, да? Ну, не все это понимают. Хары, лавры. Не только лавры. Вообще задача каждого регента – об этом знать и это делать. Потому что есть, да, красивая музыка, но она к чекству вообще не подходит, например. Вот Галупий, как писал, он русский язык знал или славянский? Нет, не знал. Ему присылали транскрипцию латинскую, русского текста, и он писал музыку, вообще не вникая в текст. Только там на ударение. Это плюс или минус? Это минус, конечно. У вас ведь звучат все произведения капельные. Да. Это тоже принципиальное, да? Нет, у нас есть несколько сочинений, которые мы исполняем под рояль. Сейчас готовится очень интересный такой номер. Опять-таки с помощью Владислава Панченко. Песня, скажем так, гимну бразильских студентов. Рода Вива. Кольцо жизни. Вот. Ну, мы немножко изменим текст, мы не будем его в оригинале исполнять. Потому что, ну, очень так. И мы планируем сделать его сопровождение гитары, скрипки и рояля. Но это уже какая-то новая форма, да? Вы уже что-то такое другое освоили? Нет, ну, раньше мы пели, допустим, просто под рояль. Конкретное произведение, сейчас назову. Девушка пела в церковном хоре. Романс. Да, да. Ну, да. Это обязательное условие или нет? Нет. Нет, не обязательно. Уровень исполнения вот это обязательное. А сами вы как пришли вот к этой профессии регента? И вообще чем регент отличается от дирижера? В принципе, регент и дирижеры ничем не отличаются. Потому что регент – это означает управляющий. Вот. Просто регентами привыкли называть людей, которые управляют хором. Церковным хором, да? Не обязательно. Не обязательно. А потом уже вот слово регент – это стало как означать человека, который непосредственно управляет церковным хором. В принципе, любого дирижера можно называть регентом. Так же, как и дирижером можно назвать регента. Но хотя, раз уже так сложилось, что регент – это сразу так набивает мысль о храме, о богослужении, то я считаю, что вот каждый регент должен иметь не только музыкальное образование, а еще и духовное. Он просто должен знать то, что в этот момент происходит не на клиросе, а в алтерии. И что он должен переживать. Так же вот в выборе каких-то произведений для богослужения так складывается, что я в большей степени склоняюсь в выборе произведений, которые написали композиторы-священники. Потому что они сами служат, они сами это все пережили в себе. И потом уже, исходя из пережитого, пишут музыку на этот текст, на этот момент богослужения. Вот опять-таки Владислав Панченко. Он написал «Сеночное бдение» для мужского хора. А вот литургию, говорят, я пока еще не созрел. Я не знаю, что туда вложить. Но это хорошо, это правильно, что так вот человек относится серьезно достаточно, ответственно. А сами вы как пришли? У меня вот как раз музыкальная карьера такая началась параллельно с музыкальным образованием с духовным. В одном месте, в одном училище Регинском. Вот изначально я полюбил просто это и понял, что в чем-то другом я не найду такого морального удовлетворения. Я работаю над этим, я получаю от этого колоссальнейшую удовольствие. Особенно, когда вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь какой-то килограмм, тонны сил и энергии, и доходит дело уже до выступления, ну, либо до богослужения, и оно все звучит так, как именно я хотел бы, вот это не передать словами. Да, но это, наверное, хорошо, когда это звучит в храмах, в больших таких соборах, да. А когда просто в Доме культуры, в театрах, вот как вы считаете, в театральных залах, насколько сложно выступать? В чем-то есть разница, отличия? Есть, но буквально только в техническом плане, потому что присутствие акустики есть или нет. Если нет акустики, мы знаем, что сделать, какие уже приемы применять для того, чтобы она прозвучала. Да, я вот спешу спросить вас, согласитесь, что ведь публика-то собирается все-таки не та, не совсем та, или к вам приходит только ваша уже публика? Я вам скажу больше. Мы осенью выступали в тюрьме. Вот это было неприятно. А концертные залы, наоборот, люди приходят для того, чтобы услышать. Они видят афишу, вот хор мужской, и они туда идут, они хотят это услышать. То есть они уже понимают, ваша публика уже знает, на что они идут, да? Да, конечно. Они знают, куда идут, и что они, предполагают, что они услышат, увидят. То есть вам, собственно, все равно, какая светская публика, тюрьма ли? Ну вот, я в тюрьму больше не поеду. Ну, очень накаленная была ситуация, обстановка там. То есть надо все-таки подготовленную публику, я вот к этому веду, да? Не обязательно. Просто люди даже вот, ну, пришли на концерт, они, может быть, и не слышали никогда. Но я еще не видел никого, кто бы выходил недоволен. Равнодушный, да? Да. Вот мы как-то прошлой весной, в марте, у нас были гастроли по Украине. Мы приехали в Полтаву, причем так, к сожалению, получилось, что мы на целый час позже вышли на сцену, выходим на сцену, думаем, все, сейчас будет зал пустой, все, все разошлись. Нет, все забиты в проходах, полно людей. И потом после концерта прибегает в гримерку мальчик, там, блядь, десяти. Вы знаете, это было круто. Он не ожидал, он такого, в принципе, ну, наверняка, живую точно не слышал. Вот, и услышав это, даже вот молодежь, в принципе, такая, они очень неравнодушно относятся. А вот вы, как считаете, православная музыка должна становиться более популярной? Да. Да. Это особая веха культуры музыкальной, которая, скажем так, благодаря в кавычках советской власти была практически утеряна. Вот, и звучало там буквально как примеры там композиторских каких-то вений, которые рассказывали, но очень мало и очень тихо. Вот сейчас нам никто ничего не может запретить, и это надо нести, потому что это очень красиво, на самом деле. Зритель должен не выходить, а вылетать. Хорошо. Вы все для этого делаете. Стараемся, по крайней мере. Да. А какие произведения из вашего репертуара вам нравится больше всего исполнять? Ну, вот ваше любимое, наверное, с удовольствием. Нам нравится исполнять то, чего у зрителей мурашки, у слушателей мурашки по коже. Вот, был такой случай в январе. Мы выступали в Московском международном доме музыки в рамках Рождественского фестиваля. И в моей практике было такое впервые. И вот после четвертого номера на концерте зал встал и кричал Брау. Не в конце, а вот среди концерта. Ну, это, конечно, было исполнение очень трогательно было. А чем это достигается? Это таким унисоном, когда все голоса поют? Или вот каким образом? Вы как дирижер, как регент? Откройте секрет, какими способами? Есть у вас какие-то тайны? Это достигается многими часами работы. Вот, просто, ну, нельзя просто прийти, даже какой бы человек профессиональный ни был, музыкант, прийти и с листа там спеть, и все так, чтобы аж тронуло. Нет. Там мы занимаемся, мы это делаем, мы где-то что-то по-своему преподносим, делаем сами аранжировки какие-то. Для этого мы считаем, что так будет лучше. Ну, как вот московский концерт показал, да, действительно было лучше. А вы сами слушаете просто обычную эстраду? Да. Да? Да. У вас есть какие-то тоже, ну, не знаю, предпочтения, да, может быть? Любимая моя группа – Boombox. Вот как? Например. Ну, вот музыкальное событие в России, за рубежом, какое вы считаете наиболее такое значимое для вас? Для нас значимое было в прошлую пятницу выступление в Вене. В Вене выступали? Да, но не все выступал ансамбль солистов нашего хора под названием «Адлибитум». проходил пасхальный фестиваль, который организовал Венский оперный театр. И для нас это было очень важным. Нет, это выступление было очень важным, так как Вена – столица музыки. Да, 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 конечно. И выступление в Вене, говорит, возможность выступления в Вене, приглашение, очень важным было бы для нас. А вот, кстати, еще один из принципов. Обязательно вы выходите в рясах на сцену? Нет. Если какие-то большие такие мероприятия… Ну, как пасхальные, да? Да. Нет, не как пасхальные. Сегодня в ряс не будет. Вот как? Вот так. Вот если у нас большой концерт, мы выходим в двух отделениях. Духовная музыка и светская. Мы в духовную поем в подрясниках, в рясах. А второе отделение выходим в фраках. Мы говорили с вами уже о православной музыке. Как, на ваш взгляд, будет развиваться дальше церковное пение православное? Лично мое мнение. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться. Я не хочу, чтобы церковная музыка духовная развивалась. Вот. Интересно. Потому что, вот если брать знаменный распев, о котором мы говорили, в принципе, эти мелодии в свое время, не сказать бы, сочинили, скажем так, напели. Люди высокой духовной жизни. То есть это не был какой-то композитор, который решил, «Вот, напишу-ка я литургию». Вот. И вот так он там в одноколосе написал. Нет, это знаменное пение родилось внутри благослужения. Не извне пришло, а созрело в нем. И когда сегодня люди, которые ведут хороший или плохой образ жизни, пытаются что-то сочинять на духовной теме, они считают это правильно. И, как правило, показывают, петь-то нечего. У нас в лавре проходит конкурс композиторов. Тоже три года подряд. Где присылают современные творцы свою музыку. Церковную именно. Церковную, да. Ну, там есть разные номинации. Есть именно богослужебная, есть просто на духовную тематику. Вот. Мы это все должны исполнить, чтобы жюри услышало. Ну, есть наш хор, мужской, есть смешанный хор, Росика. Вот. Ну, смотря, кто как написал. И я не сказал бы, что я под каким-то большим впечатлением. Ну, церковные служители ведь пишут песни, очень многие сами являются исполнителями. Да, вот. И известные достаточно. Кстати, из последнего конкурса мы взяли одно произведение в свой репертуар. Ну, все-таки взяли. Но только одно. Написано в священниках. Да, это ваше личное мнение. А каковы планы хора на вот этот 2014 год? Вы были в Вене, сегодня вы в Архангельске. В январе были в Москве. Ну, что, у нас в августе приглашение в Финляндию. Там будет такой фестиваль, посвященный 30-летию победы русского, первой победы русского флота. В июне участие, ну, уже каждый год, получается, участвуем в Александроневском хоровом соборе. В прошлом году он в Петербурге проходил под эгидой 300-летия Александроневской лавры. В этом году он будет проходить в Ярославле и Владимире. Вот. Пока, вроде бы, дальше будет видно. Самое главное – репетиции для вас, да? Да, да, да. Мы работаем постоянно, регулярно. Ну, это второй раз уже. Нарабатываем, что-то нарабатываем. Второй раз вы участвуете в Большом пасхальном фестивале. Как Архангельск встречают? Какой зритель? Вы уже примерно знаете. Вы знаете, у нас осталось очень много друзей с прошлого посещения Архангельска. И даже, может быть, не только они, но наши друзья рады нас видеть. Но даже мы сами, когда нам пришло приглашение опять поучаствовать, тем более в открытии фестиваля, что для нас немаловажно, мы с превеликой радостью откликнулись и дали свое согласие на посещение. Чем-то отличается наш северный зритель. Много ездите, вот и Вена, и Финляндия. Ну, везде по-разному. Знаете, допустим, в Петербурге никого не удивишь мужским хором, например. Да. И там есть, и там есть, и где угодно можно послушать. В Вене, в принципе, музыка никого не удивит. И, как показало выступление в Вене, зал хлопал только после сольных номеров. Ну, и в конце. Браво, 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 все. А так все сидят и, ну, давайте. Ровно достаточно, да? Ну, внеевропейцы, они более спокойны. Ну, а наш архангельский зритель. Архангельск мы ожидаем бурной овации. Спасибо вам, Антон, и творческого полета на концертах. Спасибо большое. В студии был Антон Марущак, регент архиерейского праздничного мужского хора Свято-Троицкой Александра-Невской лавры. На свете есть две могущественных силы – сабля и дух. В конечном счете, дух побеждает саблю – это слова полководца французского императора Наполеона Бонапарта. А духовная музыка помогает, способствует этой победе. Вот такие дела. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok